МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Красноярске сегодня выявлено 111 зараженных. Это самый высокий суточный показатель за все время. В остальных процессах прежняя тенденция. 220 человек выздоровели, 19 скончались в реанимации. Сначала сбил полицейского, а после угрожал зарезать. На улице Шахтеров наряд ДПС проверял документы водителя Лады. В этот момент стоящий на перекрестке легковушку влетела Субару. Она смяла отечественное авто, пришлось вызывать медиков. Они оказали помощь водителю Лады и 37-летнему инспектору. Сам виновник ДТП отказался от прохождения медосвидетельствования. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что мужчина ведет себя неадекватно. Ругается и бросается на дорожных полицейских. Его отвезли в отдел. Там он кричал, что всех зарежет. Итоги на дебошира составили протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. Известно, что ранее мужчины уже лишали прав. В этот раз его ждет уголовное наказание. Сообщается, что примерно за час до ДТП водитель ездил по газону во дворе в Северном. В Красноярском аэропорту не будут открывать комнаты для курящих, как это сделали во Внуково, а до этого в Шереметьево. В столичном терминале оборудовали четыре помещения для тех, кто любит подымить в ожидании полета. Они оснащены специальной вентиляцией и мощной системой фильтрации. Однако пока в курилку пускают только по два человека из-за противоковидных мер. А вот в Красноярске отказаться от таких комнат решили совсем по другим соображениям. В серийной зоне международного аэропорта Красноярск курительных комнат нет и не планируется. Они не были даже запроектированы. Мы, конечно, заздоровывали от жизни, но не лишаем курильщиков их сомнительного удовольствия. Специальные места для курения имеются на привокзальной площади в 15 метрах от здания. Прямо на выходе из терминала. 17 старых котельных закроют до конца года в Покровке. Для этого в микрорайоне прокладывают новые теплосети. Основной упор делают на частный сектор. Некоторые котельные там открылись еще в 60-е годы. Сейчас работы по их замещению идут на улицах Чернышевского и Спондаряна. Да, при этом там закрывают автомобильные движения, но это временные трудности. Ведь теперь зимой тепло будет поступать напрямую с ТЭЦ, а не с угольных котельных. Все объемы, которые запланированы, тем не менее, компания выполнит в 21-м году. И все котельные, которые мы планируем заместить, и мероприятия по надежности будут выполнены срок и с теми объемами, которые были заявлены в первом квартале этого года. Смотрим внутренние издержки, смотрим, ищем дополнительные резервы, в том числе частично какие-то, смотрим, объемы 22-го года. К новым теплоисточникам будут подключать жилые дома, детские сады и складские помещения. Особое внимание при работах специалисты уделяют благоустройству. Деревья, которые растут рядом с трубами, не спиливают и не срезают. А тротуары и дороги подрядчик обещает привести в прежний вид. Меняют только теплосети в Покровке, а меняют теплосети не только в Покровке, а еще в Октябрьском и Свердловском районах. Всего в городе до конца года закроют 20 старых котельных. В планах до 2024 года – 35. Это настоящие котельные, я их называю просто пыхтелки, которые сделаны в свое различное время, когда надо было запускать быстро базы, какие-то предприятия и так далее. По сути, лепили из того, что было. Трубы небольшие, никакой системы подачи. Чуть ли не лопатами, как в деревне, заносят уголь. Тапливают либо один объект, либо несколько маленьких домов и так далее. То есть у нее дыма валит столько, что эффективность просто не сопоставима. Красноярские общественники создали рейтинг управляющих компаний города. В него вошли почти 200 организаций, которые на сегодняшний день есть в нашем городе. С помощью этого списка можно сориентироваться на рынке и понять, где вам окажут более качественные жилищные услуги. Как отмечают сами общественники, рейтинг составляли не по субъективным оценкам, а основываясь на открытых данных компаний. Например, сколько лет она работает, насколько финансово устойчива, как часто происходит приток или отток клиентов, много ли нарушений за этой организацией. Компьютерная программа обрабатывает эти данные и каждый месяц обновляет рейтинг. Подробнее о том, как это все работает и как может повлиять на жилищно-коммунальный рынок Красноярска, мы поговорим сегодня вечером с автором этой идеи, председателем общественного движения «Народный контроль ЖКХ» Романом Казаковым. Перевертыш на металлургов, новая партия вакцины «Спутник Ви», а также недолго отключение горячей воды в зеленой роще. Об этом мы не только расскажем в рубрике «В двух словах». Машина опрокинулась на бок на проспекте металлургов. Это случилось утром. Видео, снятым на регистратор, поделились очевидцы в социальных сетях. В комментариях люди пишут, нужно обладать талантом, чтобы попасть в ДТП в этом месте. Одного из участников аварии увезли в больницу. В Красноярск привезли новую партию вакцины «Спутник Ви». Поступило больше 10 тысяч доз. Препараты уже распределили между лечебными учреждениями города и края, а также внебольничными и прививочными пунктами. Напомню, в Красноярске можно вакцинироваться без записи в 10 местах. Это ЖД-вокзал и многие другие торговые комплексы города. 15 осетровых рыб на сумму почти 2,5 миллиона рублей пытался выловить мужчина на севере Красноярского края. При патрулировании территории сотрудники полиции заметили буйки на воде. Это и навело на сети браконьера. Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. В часть домов Зеленой Рощи досрочно вернется горячая вода. В районы, где проверка теплосетей прошла успешно и не выявила повреждений, энергетики вернут ее раньше. Так уже через 12 часов после отключения вода вернулась дома по улицам Тельмана, Устиновича и проспекту Ульяновский. Почти неделю не работают лифты в надземном переходе у арены «Север» на улице 9 мая. Место проходимое рядом новый жилой комплекс, крупный торговый центр и спортивный объект, заниматься в которой фигурным катанием и шорт-треком горожане приезжают даже летом. Особенно необходим подъемник инвалидам и людям с маленькими детьми. Они говорят, пользоваться пандусом на этой лестнице порой невозможно. Кнопка не реагирует на прикосновение уже пятый день. Люди говорят, обращались в департамент городского хозяйства, однако проблему так и не решили. В мэрии нам подтвердили, что такая заявка поступала. И накануне вечером специалисты отправились на место и забрали лифтовую кабину на диагностику. Фонтан и кар в сфере космонавтов в этом году не заработает. По оценкам специалистов, он находится в ужасном состоянии. Два года люди ждут, когда сооружение приведут в порядок. Надеялись, что в этом году оно вновь будет украшать сквер. Когда же это случится, узнавал Евгений Черных. Сквер космонавтов один из самых больших в городе. Он довольно ухожен, по нему приятно гулять. В целом, жители оценивают его положительно. Однако говорят, раньше было лучше. Хотя бы потому, что работал этот фонтан. Он вышел из строя два года назад. Из него ежедневно уходило до 80 кубов воды. Это связано с трещинами. Через них вода попадает в грунт, а вместе с ней утекают и деньги. Нужно постоянно восполнять потери, вызывать рабочих и устранять дефекты. Из-за большого веса и подмытия конструкция просела. Пришлось фонтан законсервировать. Местные жители негодуют. Вообще, это какое-то безобразие. Для чего нужно было строить такой хороший сквер, где фонтан. Все обрезали, все трубы. Здесь всегда очень много народа, много детей. Не знаю. Не знаю. В общем, безобразие какое-то. Да негативно, конечно, я на это смотрю. Тут же место отдыха, когда фонтан работал, столько детей тут было. Ну, отдыхать люди приходили. Ну, вот представьте. Я не знаю, на чем экономят. На воде, что ли? Ну, так это ж некрасиво. Постоянно мусор, брязь. Хотели бы, чтобы было красиво. Было бы устроено. Однако, в этом году все останется без изменений. Но есть и хорошие новости. Фонтан в начале года перешел в ведение Красгорпарка. Его приняли в ужасном состоянии. До сих пор не знают, что потребуется сделать для восстановления. Икару больше 10 лет. За это время многие системы вышли из строя. А проектная документация и вовсе потеряна. Однако, нам пообещали в течение 20 дней провести экспертизу, чтобы выяснить, как ремонтировать объект. После составят новый проект и приступят к восстановлению. Уже в этом году. Работы достаточно очень большое количество. Очень сложное, специфическое. В рамках этих работ будет проведена как раз ремонт чаши. Ремонт самого фонтана. Плюс фонтанное оборудование. Сама камера, где находится фонтанное оборудование. Электрическая часть. Плюс в аварийном состоянии находится сама стела. Очень большая вероятность, что плиты, которые ее облицовывают, просто не выдержат и очень скоро разрушатся и упадут вниз. Специалисты уверяют, фонтан к следующему лету запустят почти со стопроцентной вероятностью. Проблемы могут возникнуть в двух случаях. Если экспертиза обнаружит больше дефектов и потребуются дополнительные финансы. Или окажется, что икара восстановить невозможно и нужно полностью перестраивать объект. Евгений Черных, Валерий Чащин, Седьмой канал. Восемь новых саней для одиночного катания получила Красноярская школа Олимпийского резерва. Эта партия подходит для взрослых спортсменов. Ростом примерно метр восемьдесят и весом около девяносто килограммов. Каждый комплект инвентаря еще доведут до ума. Подгонят под параметры спортсменов. В этой школе непосредственно на санях тренируется восемьдесят человек. На следующий год школа заказала еще десять штук для одиночек и четыре для двоек. Пока мы еще на этих санях на льду не катались, но уже первые характеристики, я вам показываю, что сани хорошо работают. Вот они достаточно эластичные. Бывают, знаете, такие, ну, кто специалист поймет, что отвлекатели такие дубовые, что они плохо управляются. А здесь видно, что они достаточно мягкие, у них амортизация хорошая. Сама геометрия сделана правильно. Раньше инвентарь приходилось покупать в Латвии. Теперь он российского производства. Сани изготовлены в Перми, в мастерской серебряного призера Олимпийских игр Альберта Демченко. Стоимость каждых пятьсот восемьдесят тысяч рублей. Школа получила оборудование по программе поддержки отечественного производителя. По ней также для юных спортсменов Красноярский край получил сорок сноубордов и около трехсот хоккейных плюшек. Очень приятно, что по экспертным оценкам наших тренерского состава, которые всю жизнь проработали в этом виде спорта, болеют за него, прям, ну, видно, как горят глаза, потому что очень качественное оборудование. Но самое главное, чтобы это действительно помогло улучшить тренировочный процесс, безопасность тренировочного процесса, ну и позволило нашим молодым спортсменам достойно представлять Красноярский край и дальше нести вот эти славные традиции этой спортивной школы. А в конце мы еще раз напомним, что каждый день новости седьмого канала выходят в прямой эфир и в 16.00. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайперы в WhatsApp. Номер 8 391 2900 333. В студии для вас работала Наталья Архипова. Увидимся на седьмом. Субтитры создавал DimaTorzok